В эфире новости МИЭТ-ТВ в студии Евгения Лукина. Здравствуйте! В преддверии Дня Победы на сцене Цикадей Зеленоград состоялся очередной московский международный фестиваль армейской песни «Виват Победа». На концерте побывала Эсмай Бну. В этом году мероприятие проводится уже 16-й раз. В нем приняли участие около 100 исполнителей не только из России, но и из стран ближнего зарубежья. Конкурсная программа проходила по трем номинациям. Авторы-исполнители, вокально-инструментальная ансамбль и дуэты и исполнители песен профессиональных авторов. 30 апреля состоялась церемония награждения и голоконцерт победителей лауреатов фестиваля. Прежде чем объявить призеров, члены жюри выступили с речью, посвященной Великой Отечественной войне. Никакие политические коллизии. Наличие нашего праздника говорит о том, что в дальнейшем мы будем жить лучше, чем жили раньше и даже чем лучше, чем живем сейчас. Успехов, счастья и благополучия. Под бурные аплодисменты участников наградили призами и дипломами. Далее последовал заключительный голоконцерт. Со сцены прозвучали песни о патриотизме, воинском долге и любви к родине. Казалось, сердце каждого зрителя проснулось гордость за героизм своих предков. Этот фестиваль проводится в канун Дня Победы, великого праздника, который отмечается улыбкой и слезами на глаза. Пусть память о подвигах советских солдат никогда не угаснет. Череда мероприятий, посвященных 9 мая в Желинограде, продолжается. Не пропустите. Космая Гнолия, Косипенко и Оттова. 1 мая на Красной площади состоялся праздничный парад. В последний раз первомайская демонстрация проходила здесь в 90-м году. Затем мероприятие проводилось на Тверской. Во время парада профсоюзов по площади прошествовали около 100 тысяч человек. В колонии образовательных организаций маршировали сотрудники и студенты МИЭТа. Более 50 представителей нашего университета приняли участие в шествии. Следом за днем весны труда в России начинает отмечать День Победы. Не остался в стороне и МИЭТ. Война. Сколько всего заключено в этих пяти буквах? Боль, страдания, ожидания и надежды, беды, лишения и самоотверженное желание защитить своих родных и близких любой ценой. Великая Отечественная война – одно из важнейших событий в истории России. Она так или иначе коснулась каждого жителя нашей большой страны. У меня есть дача в деревне Хметьево, недалеко от Сыношногорска. И эту деревню оккупировали немцы. Именно в моем доме, который сейчас там находится, был именно их штаб. То есть вся моя семья, все мои дедушки, они ушли в лес и там как... ну, партизанили по сути. У меня только есть бабушки сейчас и все. Но я и этому тоже очень рад. Наши деды, мои деды вложили хоть какую-то часть в эту победу. Я им хотел бы сказать огромное спасибо. Моя бабушка жила на Украине и всю ее семью просто в годы войны взяли, собрали, посадили в пустой вагон в состав и увезли. Они ехали сутками. Их просто бросили в лесу, в Сибири и сказали «выживайте». Священное слово победа. В нем всеобщее ликование народа, вечный подвиг защитников и незабвенная память о тех, кто отдал жизни за счастливое будущее своих детей и внуков. За мирное небо над их головами. Мы пожелаем, естественно, здоровья, счастья, любви, тепла, насколько это сейчас возможно в их уже, конечно, тяжелом возрасте. Но надеюсь, что они проживут еще достаточно долго, достаточно счастливо, чтобы у них рядом все-таки была надежная опора всегда. Именно здоровья хотел бы пожелать, чтобы они еще повидали, пожили, естественно, порадовались тому, что этому празднику хоть и слезами на голосах наши деды, прадеды подарили нам жизнь, подарили нам, нашим отцам, матерям жизнь. Я хотел бы сказать им огромное спасибо за то, что именно они привели все к победе, что мы сейчас есть. В первую очередь я бы хотела пожелать ветеранам, нашим любимым, дорогим, огромного здоровья, чтобы они жили еще очень-очень долго и радовали нас своими улыбками. Скорый праздник у нас великий, 9 мая, День Победы. Очень хочется пожелать всем ветеранам, ну, скорее всего, подольше пожить. Ведь, как говорится, мы последние поколения, которые видят ветеранов. Очень хочется, ну, чтобы они пожили еще, увидели, какой встал мир после той войны, как он красив и сколько радости еще можно увидеть в этой жизни. Всего им хорошего, счастья, ну и долгих лет жизни. Здоровья, потому что с каждым годом становится все меньше и меньше, и это также вызывает какие-то, ну, сожаления к ним. Ну, терпение, чтобы они прожили свои оставшиеся годы в спокойствии, в радости, чтобы их окружали только близкие, чтобы они не видели того больше, чего видели тогда. Не выразить словами всей благодарности ветеранам, людям, чей подвиг всегда будет жить в сердцах их потомков, благодаря которым все мы сейчас живы и счастливы. Спасибо вам за вашу самоотверженность, мужество и героизм, за то, что вы отважно защищали нашу Родину. В эфире были новости МИЭТ-ТВ, выпуск провела Евгения Лукина. Близится 9 мая. На территории Зеленограда в годы Великой Отечественной войны проходила передовая линия фронта. Наша земля хранит память о героических подвигах тех, кто сражался за победу. Так будем же помнить и мы. С Днем Победы! С Днем Победы! С Днем Победы!